Всем привет! С вами снова Таня Стрелова. Недолго музыка играла, сегодня у нас новая распаковочка. Вот у меня, пожалуйста, пакетик тут большой. И, кстати, будут не только покупки с Валберис, но и некоторые косметические рассылки. Вместе с вами будем открывать, смотреть. Конечно же, одна из самых главных причин, почему я так рано снимаю новую распаковку. Это мое любопытство, потому что хочется все увидеть и попробовать. Так что давайте не будем долго затягивать. Начинаю я с вот такой вот большой коробки. На самом деле, я уже знаю, что здесь находится. Потому что вот тут вот все написано. Внутри у нас здесь вот такие коробки для хранения обуви. Сейчас они, конечно, на коробки не очень-то похожи, потому что их еще нужно собирать, и можно там хранить свою обувь. Плюс огромное подобного хранения в том, что коробки прозрачные, и ты сразу сквозь них видишь, что за обувь там внутри. Примерно вот такого размера. Ну да, сапоги сюда точно не затолкать. А вот это у нас передние створки. Вот так они, интересно, открываются. Что-то у меня не получается. Почему-то. В итоге до меня дошло, как правильно собирать эти коробки. Сначала со всех сторон нужно ее согнуть. Вот эти вот кармашки я подгибаю вовнутрь и внизу, и вверху. Ну а пластиковые части, которые закрывают вот это вот пустое пространство, удобнее закреплять на прямой поверхности. Я это делала на полу. Просто прижимаю до щелчка, и все очень крепко фиксируется. И вуаля, коробка готова к использованию. Вот эти вот кармашки обязательно должны быть именно сверху, сзади, потому что ими можно коробки между собой скреплять. И они тогда не ерзают и не сваливаются. Я как бы тут построила целый комод для обуви. Можно даже и повыше его сделать. Сюда спокойно сможет влезть и какая-то невысокая обувь. Например, лоферы, кроссовки. Я еще заказала несколько таких коробок размером побольше. Идем дальше. И следующий пакетик с Валберис. Вот такие наушники. И первое, на что обращаешь внимание, это то, какой они прикольной формы. Эти наушники идут в виде клипс таких специальных. Проводочек для зарядки. Вот такой вот маленький. Конечно же, буклетики, инструкция. Внутри все выглядит вот таким образом. Сам кейс, он небольшой. И наушники. На Валберис они продаются под брендом Ласковый Тигренок. У них свое производство в Китае. В общем, сейчас эти наушники прям супер бюджетные. Но это новинка на Валберис. Скорее всего, они потом подорожают. И давайте я уже заценю их на своих ушах. Защитную пленочку я снимаю. Когда наушник засовываешь в этот кейс, то он мгновенно примагничивается. И вот здесь уже загораются лампочки. То есть сразу видно, заряжается или нет. Ну и также есть небольшой экранчик, благодаря которому можно увидеть заряд. В первую очередь, они идеальны именно для занятий спортом. Для пробежки, например. Для поездки на велосипеде. Потому что вот эта форма позволяет им хорошо зафиксироваться на ушах. То есть наушник не вывалится где-то по дороге. И вообще, в целом, насколько я знаю, они более удобные, чем вот такая вот стандартная форма наушников. Смотрите, сам наушник очень эластичный. Он растягивается как угодно. Я их решила все-таки приспособить именно для монтажа видео. Давно хотела отдельные себе наушники. Более удобные, чтобы ничего не давило. Большой плюс такой формы в том, что ухо как бы не затыкается полностью. Поэтому ничего внутри не потеет, не давит. И в принципе, я даже забываю, что у меня там висит что-то на ухе. Качество звука, кстати, довольно хорошее. Ну, лично для меня. Надеюсь, конечно, что так будет и дальше. Заряжаются они примерно за час. И если, например, интенсивно использовать, то батареи хватает на 24 часа. Вот такой вот скраб для кожи головы. Бренд называется The Act. У меня, кстати, мало от него что есть. Но мне почему-то нравится их эстетика. Прям какие-то слишком красивые у них баночки. Ничего лишнего. Я, на самом деле, обожаю скрабы для кожи головы. Пользуюсь ими регулярно. Ну, как регулярно? Раз в неделю, два раза в неделю. И у меня есть разные форматы. И в формате пенок скрабы. И кислотные пилинги. Но все-таки стандартный скраб мне тоже очень нравится. Поэтому у меня закончился мой старый скраб от Аравии. Он мне тоже очень нравился, между прочим. Но всегда хочется попробовать что-то новенькое. Вдруг еще лучше найдешь. И я взяла вот такой вот. Он, конечно, дороже, чем от Аравии. Но я надеюсь, мне тоже так же понравится. Это у нас глубоко очищающий скраб. Я, на самом деле, думала, что бутылочка будет чуть побольше. Но она вот таких вот размеров. Способ применения скраба очень простой. Просто выдавливаем небольшое количество. Распределяем по коже головы. В течение 1-2 минут массируем. Затем смываем. И все. Потом уже используем в дальнейшем бальзамчики, кондиционерчики, масочки. И я, кстати, в последнее время... Знаете, как люблю использовать скраб? Если стою в душе, я просто вниз опускаю голову. То есть волосы у меня как бы списают вниз. И таким образом я точно попадаю в цель. Я точно дотрагиваюсь до своей кожи головы. И волосы мне не мешают. Не знаю, может быть, кто-то еще так пользуется таким лайфхаком. Но мне очень помогает. Мне нравится. Следующая моя покупочка. Это больше реквизит. Вот такие вот перчаточки без пальцев. Они чисто такие, знаете, байкерские. С заклепками. Но это тоже для фотосессии. Я, знаете, потихонечку собираю себе тут реквизит. Я их заказывала всего за 500 рублей. Но увидела, что некоторые продавцы прям очень высокую цену на такие же точно перчатки загибают. За 2000 некоторые продаются. Они, по сути, из кожзама. И не должны дорого стоить. На Алике, кстати, тоже подобное есть. Не скажу, что они прошиты прям супер идеально. Потому что вот по краям, если смотреть, можно увидеть не совсем ровные швы. То есть видно, что их очень-очень быстро шили. Так что, если вам нужно что-то прям более качественное, то нет. От бренда LibreDerm ко мне пришел вот такой вот подарочек интересный в виде двух коробочек. Все очень эстетично смотрится. Все продукты здесь для ухода за кожей. И в том числе они мне отправили даже кремчики свои с SPF защитой. Вы знаете, что я без SPF не выхожу из дома. Сейчас уже довольно активное солнышко. И обязательно нужно защищать свою кожу. Тут прям очень много всего. И я подумала, что одну коробочку я оставлю для следующей распаковки. А одну открою сегодня. Более актуальную, так скажем. Вот эту вот первую. Открываем коробочку. Здесь у нас вот такой вот буклетик. Это их уникальная линейка солнцезащитных средств под названием «Спорт». Она дерматологическая. Подходит и для спортсменов, и для обычных людей. SPF 30 блокирует почти 97% уэв-лучей. Если вы, например, в условиях города находитесь, и у вас нет пигментации, то 30-ки в целом будет достаточно. А вот SPF 50 это более высокая защита. Уже 98% лучей блокирует. И если вы, например, находитесь на море, на даче, и в целом больше времени собираетесь проводить на солнце, то нужно брать именно 50. Ну и также ее лучше брать, если прямо от природы очень бледная кожа. Давайте я начну с более высокой защиты. Это солнцезащитный гель для лица и тела. Фишка его в том, что он водостойкий. А смотрите, здесь вот такая вот гелеобразная консистенция. Чем-то смахивает на вазелин. Но он прям такой очень жирненький. Он подходит в том числе и для занятий спортом, в том числе и водным спортом. Следующий солнцезащитный крем уже идет для лица. И он имеет матирующий эффект. То есть, если вот до этого гель делал такую прям блестящую кожу, то этот наоборот матирует. Сейчас, кстати, заценим, какой он по консистенции. Объем здесь тоже 50 миллилитров. Ой, выдавилась сразу же. Ну да, здесь чувствуется, что не такая жирная прям консистенция. Он немного выбеливает кожу, да. И также с SPF 50 у них разработан отдельный кремушек против пигментных пятен. Так что, у кого это частая проблема, можно рассмотреть вот этот вариант. Этот крем идет именно для чувствительной кожи. И он водостойкий. Вот такая вот более густая уже консистенция. Он такой плотненький. Но распределяется легко. Немного выбеливает, как вы можете заметить, кожу. Еще, кстати, у них в линейке есть солнцезащитный увлажняющий флюид спрей. Очень удобный формат. Просто, получается, нужно попшикать. Нет, перед применением нужно взболтать, а потом распределить. Этот формат мне больше всего нравится, потому что удобно пользоваться вообще в любых условиях. Остался тут у меня солнцезащитный крем для лица тонирующий. То есть он уже скрывает недостатки. Тоже с SPF 30. Ой, опять. Это такой просто легкий флюидик, который слегка выравнивает тон, скрывает, возможно, какие-то покраснения легкие. Но прям прыщи, видимо, он, понятное дело, не скроет. Это уже лучше обращаться к консилеру. Я решила его попробовать на своей коже, на одной половинке. Он почти, кстати, не ощущается. И делает цвет кожи более каким-то равномерным. Мне показалось, здесь есть какой-то сероватый подтон, и он как бы глушит красноту. Наверняка вы сейчас видите, что на половинке лица без крема больше намного красноты и каких-то неровностей. Так что все равно легкий фотошопик присутствует. Ну и последняя коробочка. Она не относится к SPF защите, но она относится к защите ногтевой пластины. Это вот такой вот лак, который подходит для восстановления ногтей после гель-лака. То есть это какая-то такая прозрачная штучка. Меня тут немножечко заинтересовал новый бренд, который называется Love Generation. И я даже посмотрела несколько обзоров у других блогеров. И первое, что мне захотелось у них купить, это скульпторы. И еще хочется купить у них пудру для лица. Он очень, кстати, бюджетный, этот бренд. Но вот пудру именно и скульпторы очень хвалили. Пудру я пока еще не заказала, но взяла на пробу два вот таких вот скульптора. Не могла выбрать оттенок, поэтому взяла два на пробу. У меня есть стик в 0,2 оттенке и в 0,3. 0,3 это прям, судя по картинке, очень темный. Да, посмотрите, какой он темный. Даже не отдает в рыжину. Теперь посмотрим 0,2. Он уже чуть посветлее, но на самом деле разница не особо бросается в глаза. Засвотчим вот тут вот рядом. Ну да, на свотче тоже видно, что посветлее. Он более тепленький какой-то, более оливковый, я даже бы сказала. Хотя, может быть, камера просто неправильно передает оттенок. Вначале я попробовала стик посветлее. И, если честно, думала, что будет при растушевке какой-то видимый эффект. Но он супер легкий. Сейчас у меня, например, один из любимчиков. Это стик от Beauty Bomb. И он более такую прям графичную какую-то коррекцию делает. Такую, какую я люблю его. Прям можно и наслаивать, и хорошо видно. Здесь что-то прям супер натуральное. Можно легко и в ноль растушевать. Если вы боитесь переборщить, то вот с этим точно не получится так сделать. Теперь нанесу другой, более темный. Ну, отличие совсем небольшое. Границы практически даже и не видны. Смотрится как такая природная тень. От Holy Poly мне пришел вот такой вот красивый подарочек в виде чемоданчика. Это у них новая рассылочка их продуктов. Чемоданчик, кстати, довольно увесистый. И потом в нем можно даже что-то хранить. И давайте смотреть, что там новенького у Holy Poly появилось. Так, открывается он обычно. Та-да-да-дам! И здесь их новая линейка, которая называется Poker Face. Здесь 4 продукта, ну и 3 новых бальзамчика. Плюс еще игральные карты. Фишка в том, что она у них подходит для любого типа кожи. Будь то жирная кожа, комбинированная, сухая. И направлена на увлажнение. Во-первых, хочется уже в первую очередь рассмотреть вот эту пенку для умывания. Щетки такие сейчас у очень многих брендов можно встретить. Но здесь она в виде сердечка. Это так мило! Если что, эта насадка снимается. Так что, если кому-то не очень нравится пользоваться подобными щеточками, то просто можно выдавливать как обычную пенку для умывания на руку. И ничего не массажировать на лице. Давайте попробуем нажать на нее. Оп! Также для удаления макияжа здесь есть вот такая вот мицеллярная водичка. Здесь 300 миллилитров. Она идет для очищения и еще увлажнения. Кстати, было написано, что якобы ее не нужно смывать. Но я что-то не рискну, наверное, так делать. Потому что я вообще абсолютно все мицеллярки смываю. Даже если написано, что не требуется смывания. Мицеллярка, если что, лишнее никогда не бывает. Это такой самый ходовой продукт. Ей можно и косметику почистить, и макияж снять перед умыванием. Короче, все что угодно. Или просто убрать даже пятно какое-то на одежде. Тоже мицеллярка мне помогает. Например, консилером, когда испачкаю какую-то рубашку. Также вот такой вот универсальный кремчик для лица в розовой баночке. Тоже подходит для любого типа кожи. Здесь 50 миллилитров. И он идет с ароматом глазированного яблока. Хотя я бы, наверное, не догадалась. Здесь такой достаточно густой крем. Он просто как творожок взбитый. Он немножечко такой, как бы, жирненький. Поэтому, если вам нужно мотирование, то этот кремчик вам не подойдет. Он делает на коже легкое сияние. Вот я на эту половинку нанесла. И видно, что кожа как бы подсвечена. В качестве дневного крема, я думаю, подойдет хорошо. В составе, кстати, есть и пантенол в том числе. В зелененькой бутылочке у нас тоник для лица. А он для увлажнения и сияния. С экстрактом ромашки. В том числе тут есть бетаин и алантаин. 250 миллилитров. И, кстати, вот баночка здесь очень удобная. Три новеньких бальзамчика. Вот этот со вкусом энергетика. Я впервые такое вижу. Дальше оранжевый апельсиновый оперо. И баблгам. Я обожаю аромат жвачки. Поэтому прямо сейчас открою его, пожалуй. Этот аромат мне напоминает Хубу-Бубу. Он прям как из детства. Оказывается, здесь еще есть один бальзамчик. Он со вкусом ледяной колы. Ну и так как линейка называется Покер Фейс, здесь есть вот такие вот карты. Я, кстати, очень люблю покер. Какое-то время я прям постоянно в него играла. Люблю баловаться накладными ресничками, пучками. И взяла себе новый клей. Тот, который я обычно заказываю, не было в наличии на Вайлдберрис. Это, по-моему, какой-то корейский клей. Мне нужна была похожая текстура. Поэтому я нашла вот такой вот клей от Катрис. Пока что не знаю, как он в действии. Но по своему виду он реально похож на тот, который я постоянно заказываю. Вот так вот выглядит. Он белый, но при высыхании он становится прозрачным. То есть его не видно на ресницах будет. У того клея, кстати, на кончике была кисточка. А здесь вот такая вот силиконовая лопатка. Не знаю, насколько ей удобно будет разносить клей. Но я надеюсь, удобно. И, в принципе, кстати, на ней не так много остается клея. Потому что у меня в последнее время прям очень сильно тот клей загустел. И на кисточке прям такие комочки оставались. Но на лопатке, наверное, не должно подобное случиться. Вот это покупочка с Алика. Вы наверняка видели подобное видео, где девушки-азиатки клеят себе вот такие вот наклеечки специальные. С помощью которых можно изменить себе веко. У меня слегка нависшие века. Очень давно в моих самых древних видео мы тестировали подобные полоски. Но они были прям узкие. А эти идут уже толстые. И причем там есть разные размеры. Можно чуть поуже под свой размер глаз выбрать. Я взяла прям громовские. И мне стало интересно посмотреть на мои глаза. Насколько я знаю, они приклеиваются с помощью воды. То есть на них нужно пшикнуть немножечко водичкой. И потом уже прикреплять кожей. Они якобы фиксируются. Я не знаю, так ли это на самом деле происходит. Ну что, теперь попробуем. Вот эта вот наклеечка не полностью лепится на глаз. Она разделяется на две части. Делаю несколько пшиков. И она становится более липкой. Вот тут-то как раз-таки и нужно присоединять к веку. Судя по видео, их можно лепить прям на тени для глаз. Они не смазываются. Фиксирую чуть выше складки. И теперь века стала гораздо выше. Ну, вы видите, что глаза мои теперь прям знатно различаются. Но, к сожалению, у меня на глазу эта сетка все равно заметна. Пробовала скрыть жидкими сияющими тенями, но тоже не вариант. Мне кажется, она еще больше становится заметна. Недавно в инсте мне попалось видео вот этой девушки. Она показывала два своих любимых карандаша, как она их комбинирует. И действительно, оттенки безумно красивые. Я после просмотра этого видео решила заказать эти карандаши. Первый карандаш от Шик в оттенке Гарда. А второй карандаш от бренда Шу в 48-м оттенке. Он, кстати, у меня уже давно валялся в корзине. Я все не решалась его заказать. А здесь прям с удовольствием купила. И он тоже в таком коричневом оттенке. Я сейчас вам покажу свотчи. У них, кстати, очень похожие оттенки между собой. Но от Шик он чуть посветлее. Большое спасибо, что досмотрели это видео. До самого конца. Мне безумно приятно. И, как всегда, все ссылки на товары я оставила в описании. Надеюсь, вам все понравилось. С вами была Таня Стрелова. Всех люблю и всем пока!